Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Прийти в себя после коронавируса в 7-й поликлинике заработает уникальный проект. Мы стараемся сделать все, чтобы помощь была доступной, более качественной. Как рождаются идеи у народных делегатов. Уступи пешеходу. Госавтоинспекторы призывают к вежливости на дорогах. В 1838 водителя было привлечено к административной ответственности за непропуск пешеходов на пешеходных переходах. Какие итоги рейда? Напал ни с того ни с сего. Пьяный дебошир сломал школьнику нос. Случай произошел вечером 19 января возле магазина на проспекте Строителей. Что известно о хулигане. А также новые паспорта, жилищный вопрос и оранжевый уровень. Метель и порывистый ветер прогнозируют синоптики на предстоящий вторник. Что стоит помнить? Телеканал «Бабруск-360» продолжает знакомить жителей с народными делегатами. На политическом форуме наш город, напомним, представит 33 избранника. В их числе и главврач 7-й поликлиники Ирина Нецветаева. О доступной медицине и не только далее. Главврач 7-й поликлиники Ирина Нецветаева презентует проект. Планируется, что уже в феврале здесь могут проходить реабилитацию пациенты, которые переболели коронавирусом. Кислородные коктейли, физиотерапия, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж и соляная капсула. Программу для каждого, перенесшего COVID-19, разработают индивидуально. Будут учитываться противопоказания. Комплекс процедур станет санаторным аналогом в шаговой доступности. Здоровье горожан, уверена народный делегат, тема номер один. 2020 год сложился так, что основная тема, основной повод и вопросы, которые обсуждаются и на кухне, и у друзей, и в коллективах – это вопросы инфекции COVID-19. Поэтому получилось так, что и наша основная профессиональная деятельность, и чисто гражданская позиция тут совпали. Мы стараемся сделать все, чтобы помощь была доступной, более качественной. И вот разработали систему реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, потому что таких, к сожалению, в нашем районе тоже очень много людей. Для реабилитации пациентов в поликлинике есть и возможности, и ресурсы. Например, вот эта капсула – мини-аналог соляной пещеры только для одного человека. Это простой и приятный способ укрепить иммунитет и предотвратить простуду. Полезна процедура при хронических болезнях лорорганов и аллергиях. Такой соляной капсулы больше нет не то чтобы в городе, но и даже в области. Сейчас мы хотим ее использовать именно для лечения пациентов, перенесших внимание, ассоциированные с COVID-19. Социальная политика, образование, здравоохранение – эти темы волнуют делегата Всебелорусского народного собрания в первую очередь. Однако последний вопрос по роду деятельности ближе всего. Руководит седьмой поликлиникой Ирина Ницветаева без малого 15 лет. Свой трудовой путь начинала с санитарки в больнице имени Марзона. Это громадная честь, большущая ответственность. Но я вам скажу по секрету, что это еще исполнение моей давней-давней мечты. Я всегда интересовалась политикой, хотела быть в гуще событий. И с первого Белорусского собрания 1996 года по-хорошему, не по-злому, а по-хорошему завидовала людям, которые были делегатами вот такого большущего и важного для страны форума. Вот моя мечта сбылась. Я могу не только принять участие, но и ощутить то, что для меня очень важно, ощутить атмосферу этого собрания, поговорить с людьми в кулуарах, узнать, чем дышат представители других областей, найти что-то важное и полезное и для меня, и для всего нашего коллектива, для города Бавруйска. Большая задача 2021-го – это цифровизация здравоохранения. Эту идею звучит и на Всебелорусском собрании. Создание единой электронной базы позволит улучшить работу медиков всей страны. Впрочем, единство в коллективе отмечает депутат Горсовета признак успешности учреждения. Ведь не зря 2021-й назван годом народного единства. Ирина Михайловна достойный человек. Я работаю под ее началом на 15 лет. Ирина Михайловна очень требовательная. Она требует от каждого сотрудника обязательно профессионального роста, развития. Она создает одновременно и атмосферу и уюта в коллективе, и атмосферу взаимопомощи. Она всегда открыта к диалогу. Она может решить не только вопросы работы поликлиники, но и любые другие личные вопросы граждан. До проведения Всебелорусского народного собрания остается меньше трех недель. 11 и 12 февраля во Дворце Республики пройдет один из важнейших политических форумов. В белорусскую столицу приедут 2700 залегатов и приглашенных. Бобруйск будут представлять 33 избранника. Вместе им предстоит подвести итоги и наметить планы, определить, по какому пути развиваться стране дальше. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Море по колено. Правоохранители задержали мужчину под градусом, который сломал восьмикласснику нос. К двум подросткам, как сообщается, подошел хулиган и схватил одного из них за одежду. Затем, удерживая, ударил его в живот и лицо. Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь прохожего, который и вызвал милицию. Наряд Бобруйского отдела департамента охраны доставил 38-летнего нападавшего в РОВД. Случай произошел вечером 19 января возле магазина на проспекте Строителей. Бобруйчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пояснить мотив своего поступка отказался. Следователи дали правовую оценку действия мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый помещен в ВВС. Известно, что он неоднократно судимый привлекался к административной ответственности за семейные скандалы. Биометрические документы, неблагоприятный прогноз и победители первого тура, когда станут известные имена финалистов на Славянский базар. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко одобрил введение биометрических документов, но отдельные моменты поручено доработать. В Дворце независимости прошло рабочее совещание. Президент и профильный министр обсудили, насколько готовы ведомства и инфраструктура к новым паспортам. Правительство предлагает уже 30 апреля начать цифровизацию. Президент не против, но требует добиться максимальной безопасности данных белорусов. Вод жилья в Беларуси в 2020-м увеличился более чем на 2%. 4 156 000 квадратных метров за год. Всего построили 49 000 квартир. Для многодетных семей введено 907 000 жилых метров. В сельских населенных пунктах построено больше 1 миллиона. Для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, почти 1,5 миллиона. Сегодня объявят финалистов национального отбора на славянский базар Витебский. В молодежном театре эстрады состоялось прослушивание победителей первого тура. Впервые оно прошло не дистанционно, а вживую. Из 32 участников экспертная группа выбрала 10 финалистов. Напомним, фестиваль в этом году станет юбилейным, 30-м по счету. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 января из-за сильного ветра и обильных осадков. Ожидаются снег, метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют заранее убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. К осторожности призывают и сотрудники ГАИ. На отдельных участках дорог возможно гололедится. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4. Не пропустил пешехода, получил штраф в центре внимания госавтоинспекторов, невежливые водители. В очередной рейд вместе с сотрудниками ГАИ отправился Максим Кембель. Экипаж ГАИ останавливает иномарку на российских номерах. Водитель не уступил дорогу пешеходу. Мужчина включает заднюю. Мол, не может быть, я же внимательно смотрел. Инспектор не преклонен. Видеозапись. Доказательство правонарушения. Снимаем на тело, а вот где пешеходы, а вот где вы. Что вы снимаете? Тема пешеходов и водителей – одна из самых проблемных на дорогах города. За 2020-е произошло 26 таких ДТП. Пострадали 28 человек. 858 жителей привлечено к административной ответственности за отсутствие фликеров. 1838 водителя было привлечено к административной ответственности за непропуск пешеходов на пешеходных переходах. Как раз таки это и являлось одной из причин дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Пешеходы, к сожалению, тоже не всегда следуют букве закона. Перейти дорогу в неположенном месте – излюбленное нарушение. Здравствуйте. ГАИ города Бабрыска, старший лицанк Селесонова. Где дорогу переходить надо? Алиби у мужчины – опоздание к стоматологу. Однако поспешишь – штраф получишь. На первый раз предупреждение и памятка. Если вам свитер, подарок не нарушается больше, приходите, пожалуйста, к пешеходному переходу. Как признаются сами инспекторы, дешевле и безопаснее не нарушать ПДД. К сожалению, все правила написаны кровью. Непредоставление преимущества при управлении транспортным средством в первый раз от 1 до 5 базовых личин. Если в течение года будет повторность, штраф предусмотрен от 2 до 8 базовых личин. Подобные рейды госавтоинспекция проводит ежедневно. В центре внимания все участники дорожного движения. В Беларуси выздоровели выписаны 224 171 пациент с COVID-19. Зафиксированы 238 635 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 375 265 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси снижается число пациентов с коронавирусными пневмониями. В Минске с сегодняшнего дня начали работу в обычном режиме городская гинекологическая больница, второй родом, а также 11-я больница. Ранее в них проходили лечения пациентов с COVID-19. С 1 февраля ожидается, что начнут обычную работу профильное отделение первой городской больницы, а также республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Оксаковщине. Постепенно начинает восплаждаться коечный фонд и в других регионах. Квадратный метр от 2 тысяч рублей. Уникальная беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев, кредиты и специальные скидки. А еще индивидуальный подход каждому клиенту. По просьбам покупателей квартир комплекса Минск Волд рождественская акция продлена до конца месяца. Подробнее в репортаже. Что не неделя, то новый дом в комплексе Минск Волд. Чарльстон – это вид бродвейского танца, расположен в квартале мировых танцев между улицами Аэродромной и Казинца. Минск Волд – это отличный выбор недвижимости для жизни и бизнеса в столице и надежная инвестиция в будущее ваших детей, говорят новоселы. Момент, безусловно, очень волнительный, долгожданный и очень-очень желанный. Мы посчитали, что очень выгодное вложение и продали машину и внесли деньги на квартиру. Покупали в рассрочку. Это очень удобно, потому что сразу возможности нет купить, а в рассрочку очень удобно. Район выбрали, потому что здесь удобное, в принципе, транспортное сообщение, почти центр города. И также устроило то, что именно в этом доме, в этом дворе будет строиться школа, детский сад. Вручение ключей особенно волнительно для тех, у кого это первая собственная квартира. Очень хорошее сообщение транспортное. Много три остановки метро рядом. И центр, считай. Ну, рада, что наконец-то мы построились. Крупнейший застройщик страны предлагает уникальные финансовые механизмы. Да, ежемесячный платеж за свою квартиру сопоставим с суммой арендной платы. Но покупая в рассрочку, вы платите за свое жилье. Все дома застройщика – это новый формат и новое качество жизни. Каждая из секций дома по два скоростных бесшумных лифта. Квартиры со свободной планировкой, панорамными окнами и остекленными лоджиями. Потолки 2 метра 70 сантиметров, а на первом и последнем этажах – 3 метра. Вокруг дома Чарльстон, как и во всех кварталах комплекса Минск Уорлд – благоустроенная территория с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками с безопасным покрытием. В квартале мировых танцев в 2022 году запланировано строительство двух школ. Внутренняя территория свободна от машин, при этом удобные парковочные места расположены совсем рядом. Всего в комплексе будет 7 школ и 12 детских садов. Все квартиры в доме Чарльстон раскуплены, но можете присмотреться к другим новостройкам в квартале мировых танцев или любом квартале комплекса. Как известно, за декабрь, благодаря рождественной акции, было заключено более 2000 договоров на покупку квартир в комплексе Минск Уорлд. Это важно для нашей компании. Мы видим, что люди нам доверяют. Но это важно и для покупателей. Ведь чем больше заключается договоров, тем лучшие условия и цены для покупки квартир может предложить застройщик. Минск Уорлд – комплекс, который изменяет образ города, дома, общественные помещения, коммерческие помещения возводят, опережая график. Темпы строительства комплекса Минск Уорлд растут. Мы хотим возвести его ранее сроков, заявленных в инвестиционном договоре. Основные работы планируем завершить до конца 2023 года. Только за последние три месяца в комплексе Минск Уорлд сданы более 15 новых домов. Работы ведутся буквально в каждом квартале. На данный момент строится одновременно более 5-10 домов. Это тысячи квартир, которые скоро получат наши покупатели. Слово «Уорлд» в названии не случайно. Большинству из 25 кварталов комплекса присвоены географические имена. Первый завершенный квартал – Эмиратс, символ архитектуры Дубая. Квартал чемпионов – воплощение спортивных побед Беларуси на крупнейших мировых аренах. А квартал мировых танцев – образ культурного единства всех наций, тех ценностей, которые нас объединяют. Минск Уорлд расположен в пяти минутах езды от центра города. Многочисленные остановки наземного транспорта и две станции метрополитена в шаговой доступности. Продуманная до мелочей инфраструктура для жизни и бизнеса, школы и детские сады буквально в каждом квартале. Множество коммерческих помещений формата стрит-ритейл, кафе, магазины, салоны сферы услуг. Детская и взрослая поликлиника, медицинский центр и спортивные залы, велодорожки, которые свяжут все кварталы воедино. Это скорое будущее комплекса «Минск Уорлд». Именно здесь строят международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный мол. Это престижная работа, удобство ведения бизнеса, замечательный шоппинг и самые приятные развлечения для всей семьи. В благоустроенных зеленых дворах домов разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. А в центральной части комплекса будет разбит новый городской парк. Недвижимость в комплексе «Минск Уорлд» – это ваш лучший выбор для жизни и бизнеса. И до конца месяца приобрести жилье здесь можно на условиях рождественской акции. Чтобы как можно больше людей могло приобрести квартиру на лучших условиях, акцию мы продлили до конца января. Убежден, что темпы и масштаб строительства, которые ведет наша компания, действительно помогут многим жителям Беларуси приобрести собственную квартиру в престижном столичном комплексе. От 2000 рублей за квадратный метр, а при бронировании квартиры на сайте застройщика выгода 1000 рублей. Можно и в кредит на 20 лет. В первый год ставка менее 5%. Действует беспроцентная рассрочка до 100 месяцев от застройщика. Договор оформляется в офисе отдела продаж без справки о доходах. И поручителей нужен только паспорт. В «Минск Уорлд» праздник лучших цен и самых выгодных предложений. Главное не упустить возможность. Рождественская акция закончится в последний день января. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова